Приветствую Вас и Ваш вопрос стоит, наверное, адресовать именно возрастным психологам, потому что именно возрастные психологи занимаются кризисами, как правило, ну, кризисом возраста того или иного. И именно они могли бы Вам ответить более, ну, наверное, более подробно, более упловно на Ваш вопрос. Значит, честно скажу Вам о том, что я себя к возрастным психологам не отношу. Вот. Но я Вам могу рассказать о, как минимум, о как минимум двух кризисах, которые имеют место быть. Опять же, это исключительно только мнение моё, я не призываю к этому мнению, значит, ну, не призываю воспринимать это мнение как истину последней инстанции. Вот. Просто это мой взгляд на основе того, что вот я, значит, на основе того, что я знаю, на основе того, что я видел и так далее. Итак, и так. Первый кризис, первым кризисом в жизни человека считается кризис подросткового возраста, который начинается, который начинается где-то в 11 лет и заканчивается, соответственно, где-то уже в 15-16-17 лет. Кризис подросткового возраста опасен тем, что человек, по сути, превращается, становится из ребёнка, превращается человек из ребёнка в, значит, во взрослого человека. Вот. Процесс этот происходит достаточно постепенно, вот, но всё же, всё же это довольно, довольно ощутимое, ощутимое состояние, довольно ощутимое состояние для человека. Вот. И, значит, в этом возрасте, в этот период ребёнок испытывает переживания по поводу своих взглядов, по поводу своих чувств, по поводу своих ориентиров. Как правило, наблюдается довольно серьезное сопротивление миру взрослых, наблюдается довольно серьезное противодействие миру взрослых. И, собственно говоря, ребёнок, или уже, может быть, юноша, правильно я буду сказать, учится обратно себе ответственность, учится, отвечает на свои слова поступки. И здесь, конечно, ручится мир, значит, привычный мир разрушается, остаётся только новая реальность, такая вот, в которой человек вынужден как-то существовать. И вот, как бы, не всегда это является чем-то хорошим, не всегда это является чем-то подростым для человека, вот, но, тем не менее, тем не менее, это довольно серьезный кризис в жизни любого. Это кризис, значит, как я уже сказал, кризис подросткового возраста. Здесь нужно обязательно отметить, что подросток, он болезненно переживает этот кризис, у него могут быть и всплески, агрессии, и, да, очень много, если возможно, есть причины проблем. Для такого поведения. Здесь, пожалуй, нужно заметить вещь главная, что, находясь в этом возрасте, подросток может попасть в очень нехорошую компанию, подросток может оказаться в компанию тех людей, которые ему, например, вообще никак ничего хорошего не желают, вот, и тем самым существенно себе навредить. Если мы говорим о следующем кризисе, то это кризис среднего возраста, который приходится где-то на 30-35, ну, там, в периоде, от 30, может быть, даже и раньше немного, вот, и, соответственно, до 40, может быть, 45 лет. Иногда этот кризис, может быть, и раньше, иногда этот кризис, может быть, и позже, вот, но это называется кризис среднего возраста. И характеризуется он в первую очередь потерей личностного смысла человека, вот, то есть человек теряет свой личностный смысл, человек теряет свою какую-то вот позицию, которая у него была изначально, и он раздоровывается либо в этой позиции, либо в своих собственных ценностях, что он также не является, не является чем-то хорошим для него. Что можно сказать об этом периоде? В этом периоде человек может спасти депрессию, опасный, опасный этот период падением социализации, ну, или, лучше сказать, правильно, правильнее сказать, десоциализации, вот. Опасный этот период десоциализации человека, вот. Вот, и, собственно, всеми последующими из этого вещам, вроде, значит, потерю, например, своих близких, стагнация контактов человека, практически полная остановка деятельности, человека, ну, вообще, как, ну, остановка деятельности человека, вообще, как таковая, вот. И, соответственно, опять же, потребность наладить, создать какие-то новые ценности, новые какие-то ориентиры, новые личностные смыслы, если можно так выразиться, но при этом полное отсутствие возможности, при этом полное отсутствие какой-либо адекватной возможности для этого у человека. То есть, смыслы, смыслы создать нужно, человек в них нуждается, а создать их он не может, потому что слишком у него, ну, у него слишком развита привычная модель поведения, она слишком вжилась. Вот та самая сформировавшаяся личность человека, который когда-то был, например, ну да, допустим, когда-то был, скажем, оброс, да, вот эта вот сформировавшаяся личность, она теперь тянет такого человека назад, она теперь тянет такого человека вниз. И, конечно, от этого страдает человек, ему нужна помощь, у него депрессия, вот. Как правило, в легких случаях данного кризиса хорошо помогает такой способ отвлечения, как отдых, смена деятельности, хобби различного рода и так далее. То есть, тут вот, ну, довольно много, может быть, свободных причин, свободных моментов, вот. Но я бы хотел сказать главное, что, я бы хотел сказать главное, что, если человеку не помочь выйти из кризиса данного, то может развиться депрессия, может развиться депрессивное состояние, которое в результате, значит, приведет человека к заболеваниям. С негативным последствиям может произойти такая ситуация. Далеко, надо сказать, не самое лучшее, если вы понимаете, конечно, о чем я говорю. Вот. Значит, что можно и нужно сказать еще. Кризис – это очень полезное состояние для человека. Это очень полезное состояние, потому что в этом состоянии человек может найти в себе силы для того, чтобы, ну, допустим, двигаться дальше на эти силы для того, чтобы находить новые какие-то цели, новые увлечения, новые стремления, новые мотивы и так далее. Как правило. Кризис также нужен для того, чтобы человек переосмыслил какие-то вот свои неправильные поступки, какие-то свои неэффективные решения, которые он принимал и которые ему, ну, которые ему не дали ничего хорошего, которые не принесли в его жизнь ничего хорошего. Вот. То есть это важная часть жизни для человека важная часть его жизненного пути. И можно сказать, что кризисы всегда опасны именно тем, что такой человек, который находится в состоянии кризиса, может оказаться у обочины и вообще, значит, ну, перестать быть как-то приспособленным к своей жизни, к жизни среди других людей. И это, конечно, серьезная проблема для человека, безусловно. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Хочу напомнить вам, что про вопрос возраста и про вопрос возрастных кризисов вам имеет смысл обратиться к именно возрастным психологам, они вам дадут более подробную, более полную информацию об этом, и вы сможете получить то, что вас интересует. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо. Спасибо.